Привет всем, вы на канале AndroNews, это еженедельные актуальные новости из мира технологий. Давайте без лишних слов, начинаем. Стоп, так не получится, мне нужно быстро пропиарить наш розыгрыш. Если вы еще не подали заявку на участие в розыгрыше двух смартфонов OnePlus 5T и Huawei Honor V10, идем по ссылке в описании, там все детали. Первая новость, на мой взгляд, будет самой забавной. Помните такого производителя смартфонов, как Elephant? Если честно, я тоже о них уже позабыл, но мне помнится, как мы с ними расстались. Я записал обзор на их смартфон, рассказал людям правду, после этого со мной связался их менеджер и поругался из-за того, что я не захотел удалять обзор с той самой правдой. Это никак не относится к делу, тем не менее. Вот скажите, сколько вы готовы отдать денег за третий эшелон? Ну, если что-то годное, максимум 200 долларов. Это психологические барьеры, через которые, ну, никак нельзя переступить. Но Elephant так не считают. Буквально вчера они представили свой флагман под названием Upro, и, признаюсь, протестировать мне его захотелось, а вот покупать точно нет. 400 долларов за третий эшелон? Вы серьёзно? Я вас поздравляю, что вы установили 660-й Snap и запихнули модуль NFC. Но такой ценник, учитывая начинку, может быть только у А-брендов. В общем, пишите в комментариях, хотели бы вы видеть полный обзор этого смартфона на нашем канале. Мне пока что это как-то тяжело комментировать, потому что я не знаю, какой дурак будет отдавать такие деньги за Elephant. Время идёт, и выставка МВЦ всё ближе и ближе. И у меня к вам есть один вопрос. 25 февраля это нулевой день, когда Samsung представит свой Galaxy S9. В этот день также будут показаны какие-то новинки от Nokia и от Huawei. Но беда заключается в том, что мероприятия двух этих компаний пересекаются. Мой вопрос, какой из стендов вы хотели бы увидеть первым? Что покажет Huawei, пока что не ясно. Свой P20 они перенесли на конец марта. Скорее всего, это будут какие-то ноутбуки, планшеты и умные часы. Думаю, что на больше рассчитывать не стоит. Ну а Nokia должна с собой привезти новые смартфоны. Nokia 7 Plus и Nokia 8 Sirocco. Если не ошибаюсь, это и будет Nokia 9, о котором нам рассказывали всё это время. Предполагаемые технические характеристики и цены на эти продукты у вас перед глазами. Напишите, что вы думаете о новом ценообразовании на продукты компании. Лично мне посмотреть интересно, но покупать бы я их точно не стал за эти деньги. В моих выпусках я вам довольно часто рассказываю о том, что учёные создали стекло со свойством самовосстанавливаться. И, собственно говоря, таких проектов вообще много, но никто ничего до ума пока что не доводит, ничего конкретного не показывает. А что если я вам скажу, что в 2019 году выпустят смартфон с алмазной сенсорной панелью? Компания Akon Semiconductor, которая является мировым лидером производства алмазных полупроводников, интенсивно тестирует свою новейшую разработку – алмазную сенсорную панель, материал для которой искусственно синтезируется в лабораторных условиях. По заявлению представителя компании, такая панель будет в 6 раз прочнее тех, что используется в данный момент. Сейчас учёные компании работают над уменьшением светоотражающих свойств алмаза, для того, чтобы даже самый солнечный день не стал помехой комфортному использованию смартфона. Звучит, конечно, хорошо, но интересно, сколько будут стоить такие стёкла. Теперь целый пучок новостей о нашей с вами любимой Xiaomi. Мало кто знает, но глава компании Leitzune был избран вице-президентом Ассоциации Качества Китая. Сам глава говорит, что за последние годы их компания достигла успеха за счёт качества и инноваций. Лично же я считаю, что из-за низких цен. Ну, это ладно. Короче, Leitzune не видит перед собой преград, чтобы его бренд стал номером один во всём мире, но для этого он собирается сместить с Олимпа Huawei и стать номером один на китайском рынке. На это отведено 30 месяцев. Как вы считаете, получится Xiaomi победить Huawei или нет? Тем временем, источники сообщают, что Mi Mix 2S уже успел засветиться в сети под кодовым названием Polaris, при этом набрав в Antutu 270 тысяч баллов. По сути, это заслуга компании Qualcomm с её детищем Snapdragon 845. Самое главное преимущество этого чипа над предшественником – улучшенное энергопотребление. Если быть точным, процессор станет менее прожорливым на 30%. Все остальные изменения для любителей впитывать рекламу. Несмотря на то, что анонс нового интерфейса MIUI 10 ещё не состоялся, уже сейчас стало известно, какие модели точно получат обновления. Список у вас перед глазами. Согласитесь, радует то, что производитель не забывает о своих старых моделях. У меня, кстати, в скором времени будет для вас эксперимент на эту тему. Ну и к завершению по Xiaomi было бы странно не сказать о последних утечках относительно Mi 7. Последние утечки гласят, что смартфон может получить довольно спорное решение дизайна основных камер. Диагональ его дисплея будет составлять 5,6 дюймов с разрешением Full HD+. Учитывая, что новинка получит широкоформатный дисплей, размеры девайса должны быть компактными по сегодняшним меркам. Ну и остальные характеристики вы можете увидеть на скриншоте. Возможно, это фейк, но лично я верю как минимум в то, что Xiaomi Mi 7 получит такую диагональ дисплея. А так-то вообще, если смотреть на технические характеристики, мне браво внимание диагональ дисплея, мне кажется, что это Xiaomi Mi Mix 2S. Помните, я вам в прошлом видео рассказывал о монстре от компании Vivo? На днях появилось реальное фото этого смартфона, на котором видно, что новинка действительно практически лишилась рамок. Выглядит, конечно, эффектно, но будет ли удобно пользоваться таким смартфоном на практике? Также остаются вопросы к реализации разговорного спикера и фронтальной камеры. Ну вот прям интригует. Одна из самых интересных новостей за сегодня, на мой взгляд, будет касаться компании Samsung, которая хочет заработать на третьем эшелоне и спасти нас всех от мук. Южнокорейский гигант будет продавать OEM-производителям бюджетных смартфонов специально разработанные для них модули двойных камер ISOCELL DUAL со встроенным программным обеспечением и алгоритмами улучшения фото. То есть, вы понимаете, сейчас смартфонов от третьего эшелона очень много, и практически каждый смартфон получает две камеры, но работают они так криво, что это никому не покажешь. То есть, это откровенный фейк. И компания Samsung будет пытаться нас спасти. Она будет продавать им свои модули уже готовы с программным обеспечением. То есть, то, что нужно будет сделать китайцам, это просто их установить в свои смартфоны. Вот. И если китайцы пойдут на этот шаг, то, возможно, в будущем третий эшелон начнет нормально фотографировать и записывать видео. Во всяком случае, я на это надеюсь. По-моему, новость годная. Ну, а это был еженедельный выпуск актуальных новостей из мира технологий. Не забывайте участвовать в нашем розыгрыше двух смартфонов OnePlus 5T и Huawei Honor V10. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе. И да пребудет с вами Андроид. Пока-пока. И не забывайте ставить пальцы вверх под этим роликом, если вы хотите поддержать наш проект. Субтитры сделал DimaTorzok